Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Прошу совета, мне 30 лет, сам уж им 5 лет, мужу 33 года, вместе с ним 10 лет, и ребенок 4 года. Текст достаточно обширный, поэтому я буду его читать и давать комментарии. Ну, во-первых, здесь нужно сказать, что советов мы не даем, вот, поэтому если вы хотите именно совет, то несколько не к тем людям вы обращаетесь, вот, потому что получая совет, вы перекладываете ответственность на нас за свою жизнь, вот. Задача же у нас заключается в том, чтобы вам помочь, вот, в себе разобраться. Дальше вы перечисляете, ну вот, сколько лет вам, да, сколько вашему мужу, ну, как-то вот описывать это все, и мне в связи с этим хочется спросить у вас о том, какое значение для вас имеет все это, возраст, время проведенное, ну вот, в браке, наличие ребенка, вот, при этом я не в том смысле это говорю, что это не имеет никакого значения, нет. Я это говорю исключительно для того, чтобы понять вас, вот, или чтобы вы себя лучше поняли. То есть вот вы описываете, да, временной стаж, какое значение для вас это имеет? Вы же, ну, начинаете с этого, вы начинаете с именно вот, с временного стажа, как бы. Вот, и, на мой взгляд, крайне важно, чтобы вы увидели, какое значение для вас это имеет. Вот, ну, если имеет, да. Дальше идем, значит, отношения с мужем давно плохие. Нет внимания, нет понимания, нет общих разговоров и интересов, куча бытовых проблем, куча бытовых проблем, все выходные мы проводим в компании друзей, я с ребенком одна. Вы говорите давно, я думаю, с какого-то момента, с какого-то периода это началось. И, на мой взгляд, нужно посмотреть, когда это началось, с чего это началось. По моему мнению, вопрос здесь в недопониманиях и обидах. То есть, да, у вас все было хорошо, вот, ну, какое-то время. А потом просто вы столкнулись с определенной проблематикой. И не смогли как-то вот разобраться с этим. Просто не получилось. Недопонимание копилось-копилось и в итоге вот вылилось в такую, получается, отстраненность. Вот. Ну, это неприятно, да? Да. Это неприятно очень. Но это корректируется. Круто. Это, кстати, можно исправить. В принципе. И что здесь важно? Важно, чтобы вы видели, когда. Когда это началось, ну, как бы, с чего это началось, с какого момента это началось, мне кажется, это важно. Дальше вы говорите, нет внимания, нет понимания. Внимания и понимания нет со стороны кого? То есть, ну, с вашей стороны или с его стороны? Тоже очень хотелось бы этот момент увидеть получше. То есть, вам не хватает внимания мужа, понимания не хватает. А раньше хватало, то есть, раньше все было нормально, это началось только сейчас. Ну, вот опять же, опять же, хотелось бы, чтобы вы, ну, немножко раскрыли этот момент, что изменилось. То есть, что вот такое произошло, да? Что данная ситуация, ну, начала себя проявлять. Таким образом. Вот, вы пишите, что нет общих разговоров и интересов, куча бытовых проблем, но они же были. Они были. Они были. Я имею ввиду общие интересы и разговоры. И разговоры. Они были. Они были. А потом куда-то исчезли. Ну, 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 получается. Получается так. И вот мой вопрос заключается, наверное, в том, а как они исчезли? Что произошло? Что произошло, что они исчезли? Я просто не думаю, что это куда-то вот в никуда ушло. Вот. Вы говорите, что с мужем у вас прямо куча бытовых проблем. Что это за проблемы? Как они, как они появились? Всегда ли они были? Эти проблемы? Или появились только вот недавно? Нет ли такого, что вы с этими проблемами мирились? Терпели их? А сейчас у вас как-то мотивация этого делать? Нет. Больше. Дальше. Все выходные муж проводит компания друзей. Эх, а я с Рубейкомерна. Но опять же, как-то вы к этому пришли, да? То есть, мужем интереснее проводить время с друзьями, чем с вами. Вот. То есть, тут нужно опять же смотреть на историю. Как так получилось? Он может с ним ходить погулять, но это на пару часов. А должен больше? Ну, вы сами, вы сами вот, как считаете, что должен больше? Должен три-четыре часа. То есть, по дому он не помогает, все хозяйственные дела на мне. Опять же, всегда ли так было или нет? То есть, одно дело, если так было всегда и получается, что вам сейчас просто надоело, ну просто надоело, что вот так происходит. Это одно дело. И другое дело, если это началось, там, условно говоря, ну в результате вот каких-то эпизодов в вашей жизни. Понимаю, что не люблю его, осталась привычка, но уйти не могу, что это держит. Что? Что держит? Вот. А что за привычка? То есть, как вы понимаете, что это привычка? Плюс нет своего жилья, снимать сейчас не смогу квартиру, так как кредит за мою машину. Плачу. Вот. Покупала себе, плачу сама, чтобы в случае развода она осталась моя. А разговоры про швот с мучем периодически возникают. А вы пишете про такую ситуацию? Как вам сказать? Вот понимаете, ситуация в чём? Я тебя не люблю, говорите вы. Я с тобой быть не хочу, говорите вы. Я от тебя не уйду, потому что меня что-то держит. Я не могу позволить себе съёмное жильё. Потому что плачу кредит. Плюс ещё у меня ребёнок и как бы я не могу работать. Ну, наверное, больше. Именно больше работать, наверное, не могу. То есть, вы оказываетесь в таком вот зависимом положении. Возникает вопрос, каким образом вы к этому положению пришли? Вы говорите, что платите кредит за машину сами, чтобы в случае развода она осталась ваша. То есть, покупая машину, вы, я думаю, уже допускали, что возможно разведётесь. Вы выбрали машину и кредит, а не вариант подстраховаться по квартире. То есть, проигнорировали некоторые свои, получается, приоритеты. Вот. И, на мой взгляд, задача здесь наша, например, заключается в том, чтобы повысить... повысить у вас, повысить у вас, ну, не знаю, чувствительность, что ли, к себе. То есть, чтобы, ну, приоритеты вы могли бы расставлять... расставлять как-то больше в соответствии с тем, что для вас, к примеру, важно. Сейчас вот, на мой взгляд, такого нет. Сейчас вы приоритеты расставляете, получается, деструктивно. Вот. Потому что, ну, чувствуете, эээ, чувствуете себя не свободно. Потому что, ну, ну, находитесь в зависимости от человека. То здесь вам необходимо, конечно, вот, учиться брать ответственность на себя за то, что, вот, в вашей жизни, все в вашей жизни происходит. Вот. Как мне кажется. Вы себя предаете. По моему мнению. Много раз пыталась, эээ, поговорить с мужем, восстановить прежние отношения, ведь мы же любили друг друга. Но каждый разговор заканчивается очередной руганью. Ну, смотрите, во-первых, во-первых, разговоры не вернут чувства. Вес婚. Эээя. Эээ, это первое. А второе. Ээээ. Ээээ. Эээ… Важным.. моментом является то, как Вы, ну, ну, разговариваете. Вот, то есть важным моментом является то, как вы ведете себя, ну, условно говоря, вот в этих диалогах, да, в этих разговорах, вот, потому что, если все заканчивается руганью, то, наверное, что-то не так, ну, ну, в смысле, вот, наверное, ну, вот, как-то вы деструктивно, скажем так себя, ну, проявляется, вот, я не знаю, конечно, я не могу сделать, или предположение могу сделать пока такое. Дальше, значит, все заканчивается очередной руганью, то есть, ваш вклад в ругань какой? Человек не слушает моих просьб и желаний умеет все вывернуть, так что я еще и виноват и остаток. Человек не слушает моих просьб и желаний. Давайте попробуем с вами немножечко рассмотреть то, как, вот именно то, именно то, как вы обучиваете человеку свои желания. Как конкретно вы это делаете? Вот. То есть, понимаете, вы говорите о чувствах? Вроде бы. Вроде бы. Вроде бы. Вы говорите о чувствах. Что мы раньше друг друга любили. И так далее. Но, говорите вы о том, каких отношений хотите вы. То есть, вот мне кажется, Ливан несколько эбо странным. Потому что мне, кажется, присутствует некоторое смещение. Смещение, скажем так, целей. То есть, вы демонстрируете одну цель, а фактически, значит, реализуете другую цель. Цель. Дальше. Значит, вы говорите, что останетесь виноватой. То есть, вы можете чувствовать вину. Это интересный момент, потому что если вы можете чувствовать вину, то у вас есть некоторые проблемы с личными границами. Вот. И с выражением этих границ. Дальше. Дальше вы пишите. В каком ключе вы, ну, воспринимаете, да, и видите этого человека. Вот. Я понимаю. Но. Я бы все-таки, наверное, спросил бы вас, а что с мужем стал. Вот. С ним-то что? То есть, планируете ли вы с ним завершить отношения? Или, надеетесь их как-то реанимировать? Вот. Дело в том просто, что сейчас похоже, что вы как-то сами не знаете до конца чего хотите. И это, на мой взгляд, является серьезной проблемой. А вы не понимаете и не замечаете, получается, что вас держит с мужем. Вот. Вы не понимаете и не замечаете этого. Вы не до конца принимаете свой выбор. Вот. Ну, именно. Вопрос своего выбора. То есть, чему, чему я отдаю предпочтение. Вот. Чему я отдаю предпочтение и, там, допустим, чего мне хочется. То есть, ну, какие у меня приоритеты? Вот. Вот. Вот этого вы как будто бы не замечаете в себе. К сожалению. А вообще говоря, это очень важный момент, на который нужно обратить ваше внимание. Потому что он в этот момент определяет вашу позицию. В том числе в текущую позицию. Вот. Вы пишите, значит, он весьма притягательный парень был, но ему не нужна была на тот момент семья и прочая обязанность. Мне, значит, нужно было учиться и искать работу. И на тот момент я уехал в другой город. Но на протяжении всех этих лет я помнил о нем. Вот. Снова. Снова здесь история про то, что вы, не завершив, получается, одни отношения, начали отношения с другими. А вот. То есть, ну, тут тоже достаточно интересный момент. Здесь у вас снова проскакивает идея о том, что человек не удовлетворяет ваши ожидания. Вот. Ну, ваши надежды не удовлетворяют. То есть, не соответствуют тому, чего вы хотите, получается. И вы, получается, как-то вот тяготеете вновь к семье. То есть, такое вот впечатление у меня складывается, что вы привозны достаточно. Вот. Такое у меня впечатление складывается. Чтобы как-то вот ходить, себя защитить, как будто бы. Причем, вот, делать это последовательно. Это проявляется в том, что вы смотрите не на человека самого, а на то, что хочет ли он исполнять обязанности нужна ли ему семья и насколько он готов ваше желание реализовывать. Вот. То есть, тут история, на мой взгляд, про компенсацию. Вот. То есть, вы пытаетесь здесь что-то компенсировать. А, само собой. Само собой. Само собой. Нужно постараться увидеть, что именно. Что именно вы пытаетесь... компенсировать. Это важно. Ну, я надеюсь, вы понимаете, да? Дальше. Так. Значит. Год назад случайно попадаться стал на глаза. Каждый раз пересекали взглядами. Он старше мне на 10 лет. Да. Вы тяготете. К безопасности. К безопасности. В итоге столкнулись с магазином. Нос к носу. Оба остановились. Но растерялись. Я не выдержала. Написал ему первое. Сейчас стали общаться. Из разгульного парня. Он превратился в спокойного мужчину. Да, то есть, вот тут интересный момент заключается в том, что вы вроде бы описываете свои какие-то действия, что я не выдержал и написал ему. А чего не выдержали-то? Ну, то есть, с чем вы с таким столкнулись, что не выдержали? С чем? И когда написали ему то же самое, из какого чувства? Это все важно, а вы об этом не упоминаете. То есть, как будто вы пропускаете это, что ли? Если это так, то наша задача в том и состоит, чтобы помочь вам увидеть полную картинку в происходящем. Чтобы вы видели, что происходит с вами. Дальше. Значит так. Много раз обжигался, получал измену от женщин, был обманутый за денег. Иринат не был и говорит, не хочет. Знает, что у меня отношения с мужем натянуты. А я не знаю, что делать. Что делать, чтобы что? Мужа изменять не хочу головы, понимаю, что давно он мне не муж и не близкий человек по духу. Так а вследствие чего это? То есть, ну, это же не на ровном месте появилось. Да, у вас есть проблемы, это правда. Ну, во-первых, интересно, что вы вкладываете в термин муж и близкий по духу. Это что такое? Ну, для вас. Для вас именно, что это такое. А второе, это история про то, что какие у вас приоритеты? Какие у вас ценности? Вот. На данный момент я не вижу ваших приоритетов, вашей позиции. Дальше. С этим несколько раз встречались. Прогуляться, прокатиться на машине. Каждый день общаемся в переписках. И что? Я не строю иллюзии, но понимаю, что мне хорошо с этим человеком. Смотрите, здесь проблема в том, что вы делаете акцент на то, что вам хорошо с ним, а не на том, что вы хотите для него. Дело в том, что если вам хорошо с ним, то в первую очередь нужно увидеть, почему бы с него хуже. То есть, чего вам не хватает. В чем вы нуждаетесь. Вот. На это нужно обратить внимание. Сначала. И, по-моему, все остальное. Понимаете, да? Вы пишите, что с его стороны нет серьезных действий, но мне изначально было сказано, что не хотелось бы отношения с замужней девушкой. Смотрите. Во-первых, вы себя обесцениваете здесь для мужчин. Во-вторых, вы сами как бы ждете серьезных действий. По-моему, из какого чувства у вас это возникает? Тем не менее, продолжаем общаться. Вижу, что он стал недоверчивым. Везде еще порвок, но меня тянет к нему и вижу, что ему тоже интересно. А тянет это как? Ну вот, то, что вас тянет. Это как? Что вы в это вкладываете? Я думаю, вы увидите, что тянет вас в неудовлетворенность в семье. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи!